Доброе утро! Левицкий Дмитрий в эфире Финам. ФМ. Вторник. Говорим, как всегда, на нашей ресторанной теме программы «Рестораторы». Всем привет! Сегодня тему взяли такую. Назаглавили нашу программу «Обучение в ресторанном бизнесе». Кто, как, зачем, почему учат представители ресторанной отрасли? Вот честно вам скажу, наверное, кого только не встречали мы в ресторанах, кто только не работает в ресторанах. И бывшие учителя, и бывшие врачи, и бывшие экономисты, и менеджеры, и кого только нет. Люди работают в ресторанном бизнесе, вот по моему опыту, в большинстве своем, больше по призванию, нежели по профессии. Люди как-то приходят в ресторанный мир, потому что душа зовет. Ну, а в то же время, действительно, ресторанный бизнес – один из самых сложных бизнесов. Здесь происходит и производство, и продажа, и потребление продукта. Все в одном месте, он комплексный, и то и маркетинг должен знать, и менеджмент должен знать, не говоря уж про кулинарию, барное дело и так далее. И действительно, это та отрасль, которая требует, по большому счету, серьезной подготовки. Вот поговорим сегодня с людьми, которые выносят свою посильную лету в это тяжелое бремя развития ресторанной отрасли. Екатерина Винникова, исполнительный директор компании «Ремей» у меня сегодня в гостях. Привет, Катя. Привет, Дима. Да, ты у нас уже не первый раз в студии. Второй. Второй, да. Ты уже опытный, бывалый гость «Финам.ФМ» – Денис Крупеня, директор поварской школы «Рагу». Привет, Денис. Привет, Дим. Да, спасибо, что пришел. Ну что, давайте тогда, дорогие радиослушатели, я попрошу наших гостей представиться и рассказать немножечко о себе, о том, чем занимается их компания, каким делом они занимаются и как они пришли вообще во всю эту историю, стали учить рестораторов. Договорились, что Екатерина будет первой. Катя, вперед. Как скажете. Давай. Ну, начнем с того, что я представляю компанию «Ромей», которая занимается инновационным образованием. И, собственно, сегодня, наверное, мы будем говорить о нашем факультете менеджмента ресторанного бизнеса и клубной индустрии, потому что из образования, которое есть в ресторане, мы, в принципе, выбрали такую, скажем, мини-творческую, больше управленческую часть и уделяем в основном весь год обучения, которое проходят наши студенты, подготовке будущих рестораторов, управленцев, менеджеров, всех, кто собирается заниматься этим бизнесом, чтобы познакомить их со стороной бизнеса. Ну, конечно, здесь мы так стараемся покрыть разные моменты, но я об этом, наверное, чуть позже расскажу. Ну, это один из пяти разных наших факультетов. Мы также учим и музыкальному менеджменту, и интернет-менеджменту, и арт-галерейному бизнесу. Но пришли мы к тому, что в этой индустрии кадров не хватает, потому что, скажем так, рестораторами многие хотят быть, но не все знают, как это сделать. Согласен с тобой. Слушай, ну вот у вас действительно сейчас много направлений. Насколько я понимаю, ресторанный был одной из первых. Вы же и... да? Или я сейчас... Ну, я могу... Ему уже много лет-то, да? Ему много лет. Он был не первым, он был третьим. Первым был факультет менеджмент музыкальной индустрии, который мы открыли вместе с Артемием Троицким, после того, как мы долго занимались творческим обучением детей, песням и танцем на базе Гнессинской школы. Вот. Потом возникла такая необходимость их не только готовить творчески, но и чтобы ими кто-то занимался. Тогда не было никого, кроме продюсеров, там, Пригожина и Эзеншписа. Их двоих не хватало на всех творческих ребят. Поэтому мы поняли, что, как бы, именно менеджмент, школа менеджмента и продюсирования, она необходима. Ну, а и втором эта история. Вот. И потом мы, как бы, плавно перешли от того, что мы занимались, как бы, творческими, там, всякими курсами, к тому, что мы начали на базе Государственного университета управления делать вот такие программы. Это было необходимо им. И, в общем-то, потом у нас была программа по спортивному менеджменту. И третья – это была ресторанный менеджмент, потому что мы, как бы, начали, скажем так, расширяться, исследовать, что какие актуальные сейчас есть сферы на рынке, да, что вообще люди хотят изучать. Потому что к нам приходят, ну, специалисты, которые хотят полностью поменять свой профиль. Там, люди из банков, юристы, там, и так далее. Сколько лет-то у вас существует ресторанное направление, и сколько выпускников вы уже выпустили? Ресторанное направление существует уже с 2004 года. Сейчас Екатерина подглядывает в буклет. Да, я, честно. Компания РМИ принесет с собой с 2004 года. Уже довольно давно, и, в общем, могу сказать, что это уже 20-я группа сейчас учится, которую мы выпускаем. То есть каждый год у нас по три группы учатся, и, собственно, вот это по 30 человек. Так что 600 рестораторов мы выпускаем. Понятно, хорошо. Ну, еще мы, конечно, углубимся в подробности. Денис. Да? Ну, давай, рассказывай, как ты дошел до жизни такой? Ну, я дошел, как ты уже успел заметить, по призванию в самом начале программы. Это действительно произошло так интуитивно. Я учился на экономиста, закончил университет, но свою жизнь все-таки решил связать именно с едой и гастрономией в целом. Почему? Ну, заинтересовала меня эта тема в силу и в ряду разных причин. Ну, основное, наверное, было то, что мне было интересно. Я пошел работать поваром, точнее, сначала пекарем, потом поваром, и, в общем, с самых низов добрался до позиции шеф-повара. Работал шеф-поваром в нескольких ресторанах, потом долгое время работал в журнале «Гастроном», в котором, кстати, работал в кулинарной студии. То есть это была некая такая школа, в которую приходили практически все желающие для того, чтобы повысить свои кулинарные знания, навыки, и как-то повысить свой внутренний мир культуры еды в целом. После этого был ряд других школ, в которых я так или иначе либо преподавал, либо занимался развитием. И сейчас мы такой группой, несколько человек открываем новую школу. Это будет поварская школа «Рагу», нового ресторана. Площадью он будет где-то приблизительно тысячи квадратных метров. Это такой прям целый комплекс будет. Там будет бар, большой ресторан, магазин, банкетный зал, в том числе и лекционный зал для всеразличных поваров, которых мы будем приглашать, которые будут делать там свои мастер-классы, показывать свое мастерство, проводить какие-то обучающие мастер-классы. И будет настоящая поварская школа, рассчитанная на восемь человек, в которой мы будем обучать людей готовить еду по классическим французским формам. Обучение будет длиться приблизительно два месяца. То есть это не маленький срок, не такой срок, который есть в обычных кулинарных школах или мастер-классах, которые проводятся у нас сейчас в городе. То есть это будет такой длительный курс. Мы будем учить по три раза в неделю, там четыре часа идет занятие одно. У нас будет огромное количество шеф-поваров, которые будут показывать свое мастерство и учить людей готовить. Вот. В этой связи... То есть для чего мы это сделали? То есть кто... И, наверное, начну с того, кто был основателем всего этого. Это Катерина Дроздова, ее муж Семен Крымов. Потом... То есть они идеологи все-таки. Да, все-таки да. Потом Алексей Зимин и Илья Шалюф. То есть вот мы вместе... Ну, это состав сегодняшнего РАГУ. Это состав сегодняшнего РАГУ, действительно. Вот мы решили сделать нечто среднее между нашими техниками, которые есть в Москве, и зарубежным европейским обучением. Да, в тех же самых школах, в том же самом Ля Гордонблю. Вот. То есть в Ля Гордонблю, к сожалению, у многих нет возможности поехать в связи с тем, что оплата слишком высока. А сколько это стоит? Ну, приблизительно трехмесячный курс обучения стоит около пяти тысяч евро. Вот. Это не считая проживания... Ну, понятно. Надо доехать где-то там жить как-то все это время. Да, и переезд. Вот. И, я говорю, нечто среднее между нашими техниками, в которых надо учиться как минимум. Слушай, ну, подожди. Вот у меня к тебе вопрос, Денис. Вот ты до программы сказал, что сам-то ты не учился на это дело. Да, действительно. Так, получается, сам себе противоречишь? Ну, не совсем. Дело в том, что когда я заинтересовался гастрономией в целом, то есть и приготовлением еды, я поставил перед собой определенную цель. То есть я поставил себе самую главную цель – это саморазвитие. И так или иначе я ее достиг. Достиг я ее абсолютно разными путями. То есть я продумал путь развития и понял, что… Путь пищевых отравлений, собственно. Ну, на самом деле там очень такая сложная система. То есть если ты хочешь чего-то добиться, ты должен это обработать. Ты должен искать какую-то нужную тебе информацию. То есть чтобы ее искать, ты должен знать, где это делать. И я нашел для себя несколько путей. То есть к тому моменту развивался интернет, развивалось телевидение, и все, что связано было с едой, я черпал для себя. И, конечно же, литература – это, наверное, самое основное. Очень много книг, в том числе и зарубежные издания. Из них я обчеркнул очень много нового для себя. И понял, что те знания, которые во мне есть, интересны людям, для которых я преподавал изначально в гастрономии, в кулинарной школе. Я понял, что у людей есть стремление к тому, чтобы почерпнули для себя что-то новое. То есть росла культура еды в целом. А ты сам-то будешь там преподавать? Или ты только уже манеджерируешь этот процесс? Нет, нет, помимо того, что я директор, я, конечно, буду преподавать. Буду вместе со всеми, наравне делать уроки, классы. Буду преподавать. Хорошо. Спасибо большое. Ну, давайте тогда вот начнем с самых основ. Кто вообще те люди, которые сегодня приходят в ресторанный бизнес? Кто приходит сегодня работать в ресторане? Я, как уже сказал в самом начале, действительно, кого только не доводится встречать. И, пожалуй, не так часто доводится встречать тех людей, которые рассматривали это как профессию и пришли сюда как профессию. Мне интересно, вот ваше наблюдение. Вы давно в ресторанном бизнесе с той или иной стороны на него смотрите. Ну и, соответственно, хотелось бы понять, вот кого вы-то видите перед собой. Кого вы видите своими студентами, уже существующими, как у Кати, либо, соответственно, тем, кого Денис хочет видеть вот в сентябре на своих первых уроках. Давайте после выпуска новостей мы, соответственно, вот на эту тему и поговорим. Говорим сегодня про обучение в ресторане. Завершили первый блок на вопросе, а кто вообще сегодня приходит в ресторан? Что это за люди, которые приходят учиться? Вот интересно послушать, действительно, из чьих рук мы едим, собственно говоря. Денис, давай. Ну, у тебя и большой опыт собственной работы, да? И вот сейчас кого-то ждешь на курсе. Да, да, ну, вот в отличие от Катерины, мои студенты это все-таки люди, которые хотят обладать некими практическими знаниями, вот, и... Студенты Екатерины тоже этого хотят, я более чем уверен. Ну, возможно, но, как я знаю, Катерина только развивает эту сферу направленности, то есть направленности практических каких-то занятий. Так вот, мне кажется, что все это развитие того, что люди начинают желать получить чего-то большего, в том числе и в гастрокультуре, как практических, так и теоретических знаний, зависит от культуры еды в целом, от ее развития. Мне кажется, что сейчас очень много разговора идет о еде, вот, и люди заинтересованы в том, чтобы почерпнуть какие-то новые знания и, соответственно, как-то спроецировать их вот во внешний мир. То есть очень многие люди, например, путешествуют, смотрят, как устроен быт в других странах, да, как работает ресторанная сфера в других странах, вот, какой едой кормят, и, соответственно, об этом хотят пообщаться между собой, вот, а для этого нужны определенные знания, вот, и, соответственно, вот мы эти знания дать можем. А ты вот вообще ориентируешь свою школу, вот я вообще готовить не умею. Вот честно признаюсь, как ресторатор ресторатору, а вы готовить-то умеете, вот я не умею, да, я больше барный человек, в баре я еще что-то там смогу, но на кухне я там совершенно, да. Я посмотрел там на все описание твоей школы, там, да, и всю эту историю, она очень красивая, стильная, и мне хочется пойти учиться, но я думаю, что я там пойду, да, я вообще там, начнем с яичницы, урок первый, да. Да, или это все-таки для уже подготовленной публики, людей, которые уже умеют держать нож хотя бы, да, потому что все же начинается с простых навыковых, да, движений, чтобы не отрезать себе пальцы, а потом уже будем делать с вами фуагру. Вообще мы в нашей школе преподаем такие базовые, классические техники. Техники работы с едой. То есть, и на базе этих техник мы готовим огромное количество классических блюд. То есть, мы взяли за основу классические французские рецепты, вот, и в процессе базового проводского курса мы готовим порядка 70 таких блюд. Я думаю, что в процессе обучения каждый человек может почерпнуть для себя что-то новое, неважно, то есть, какие знания у него до этого присутствовали в готовке, то есть, нулевые, базовые, там, или какие-то продвинутые, он все равно сможет почерпнуть для себя что-то новое. Например, правильно приготовить омлет, я уверен, смогут реально единицы. Дело в том, что вот, например, во Франции проводится национальный конкурс, французский, да, где основной частью этого конкурса является приготовление омлета, настоящего классического омлета. Так вот, некоторые повара разбивают там по несколько тысяч яиц для того, чтобы подготовиться к этому конкурсу и сделать... Да, да, то есть, это не так все просто. Вот, я уверен, что... А в чем фишка, да? Ну, фишка в правильной технике. В правильной технике приготовления, в правильном подходе к этому ко всему. То есть, есть определенные нюансы, учитывая которые, у тебя в итоге получится все правильно. Вот почему у нас, например, сейчас в данный момент страдает кухня в большинстве ресторанов в Москве, по крайней мере. Вот. В связи с тем, что не хватает опыта, банально обычного опыта у простых поваров, у шеф-поваров. Вот. Где его взять? Ну, вот в нашей стране таких мест, ну, не так много, на самом деле. Вот. В Европе их побольше. Вот. Единственный вариант, ну, по крайней мере, я видел для себя, когда начинал свою работу в ресторанах, это учиться у каких-то продвинутых шефов в ресторанах. То есть, это был один из самых оптимальных вариантов. Ну, пожалуй. Пожалуй. То есть, это был один из самых оптимальных вариантов. Перенимать опыт какого-то другого человека. Давай, мы еще про то, как у нас построено было обучение, поговорим. Кать, ну, а ты омлет-то умеешь готовить? Конечно. Вот тот самый французский. Я один. Да? Слушай, вот, а мне правда, мы с тобой вот сегодня никогда про это не говорили, а ты сама вот ресторанная тема, насколько тебе близка самой. Ты все-таки менеджеришь программу обучения. Очень близка. Я обожаю гастрономию вообще. Серьезно? Да, и тоже, как бы, во все, скажем так, поездки, в которые я езжу, самое главное это изучить, что там вообще происходит. Слушай, ну это здорово, на самом деле. Вот, ну, да. Да, к вопросу. Вот кто твои студенты, да? Я там открою секрет, что иногда твои студенты приходят и к нам, да, в заведение, и мы проводим там тоже некие там, не знаю, лекции или мастер-класс, или как это сказать. И я-то их вижу, но я не знаю, кто они. Ну, они разные, начну с этого. Потому что, наверное, мы их, скажем так, видим на том моменте, когда у них зарождается вообще первоначальный интерес к этой сфере, да. И они начинают искать, куда бы пойти. Кто-то, наверное, действительно ищет, ну, именно гастрономическую школу. И я должна сказать, что к нам и такие люди тоже приходят иногда, они немножко путают одно с другим. Вот. Но у нас есть специальное собеседование, на котором мы как бы это выясняем, чтобы человек правильно понимал, куда он идёт. Вот. Но, скажем так, это люди, которые по разным причинам решили либо сменить профессию, либо как бы в этой профессии там преуспеть. То есть это, так мы слушателям скажем, кто, в принципе, и не знает пока про тебя, да, что это больше всё-таки говорить про, ну, второе образование. То есть это не студенты, которые там после школы приходят учиться. Абсолютно, да. Это нужно было сразу, конечно, сказать, что это второе высшее образование, это форма профессиональная переподготовка, которую мы даём. Она идёт один год, и её называют как мини-МБА, потому что она очень практическая. То есть все предметы у нас ведут, ну, действующие рестораторы, представители, ну, всех наших ресторанных холдингов, там, Арпиком, Гинза, Новиков и так далее. Ну, в принципе, да, нашими преподавателями, конечно, я думаю, что сильна наша программа, в первую очередь, и их опытом. Вот, но люди, которые приходят, они очень часто либо обстоятельства у них так складываются, что у них есть там помещение, они хотят открыть ресторан, либо там, я не знаю, муж подарил жене, такое тоже случается, вот, ну, или, потому что она очень хотела, конечно, не то, что... Ну, понятная идея, да. Это одна из самых больших разводов отрасли, да, я хочу ресторан, все начинаются все беды, но много лет вперёд. Вы знаете, люди, которые заканчивают наш факультет, они потом нас благодарят за то, что мы, скажем, предотвратили их от огромных затрат и ненужных вложений, потому что они понимают, им раскрывают все реалии бизнеса. Да, они открывают глаза. Да, никто розовых очков там им как бы не предлагает. Я тоже новый раз сталкиваюсь с этим, да, что люди не понимают, к какому они ввязываются. Да, это огромный, рискованный, добивый. Что фраза «я хочу ресторан», это шаг в ад, на который очень трудно вылезти потом, да, не обжегшись. Ну, не всех получается убедить. Слушай, вот, кстати, интересно, вот скажи, действительно, вот из твоих выпускников, да, ну, с кем-то я общаюсь, с кем-то мы ездили вот в Америку, делали программу, да, по нашей поездке по ресторанам в Америке. И, слушай-ка, ну, а вот реально по статистике, сколько процентов из людей, которые отучились у тебя, действительно остаются в отрасли и действительно занимаются ресторанным бизнесом, да, после? Ну, я могу сказать... Или ты не отслеживаешь их судьбу? Нет, конечно, мы отслеживаем обязательно. У нас есть, там, даже на сайте можно посмотреть историю успеха, кто что. Вот, ну, я думаю, что остается в отрасли точно 50%, вот, но это не то, чтобы совсем новые люди, люди, все равно ребята приходят к нам из отрасли уже поработав в каких-то ресторанах, вот, и поняв, что они хотят либо что-то свое, либо, там, идти в какую-то другую более крупную компанию, ресторан, вот, и поэтому я могу сказать так, что не все остаются, многие понимают, что для них это, ну, слишком, как бы, такое дорогое увлечение, да, если это увлечение, действительно, вот, кто-то оставляет это на уровне, там, просто хобби, да, своего. Саморазвитие. Да, саморазвитие и занимается чем-то, но на самом деле есть очень интересные идеи, вот, мы, вот, как ты уже говорил, что да, мы их стараемся вывозить за границу, делаем такие поездки, зарубежные мастер-классы, чтобы они смотрели, и вот у нас был очень удачный такой эксперимент у ребят, которые съездили в Лондон, и мы им рассказали и сводили их на такой, там, был, скажем, такая модная тенденция саппер-клаб, это ужины, которые молодые шеф-повара делают у себя дома раз в месяц, и, ну, никто там особо они это не рекламируют, но приходят абсолютно разные люди, не то чтобы их знакомые, но они сервируют при этом у себя на кухне, вот, на трёх столах, ужин, там, из трёх блюд, там, люди приносят с собой вино, платят за такие деньги, вот. Это прямо проходит на кухне, у поваров, дома? Ну да, 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 дома. Ты знаешь, да, эту историю тоже? Ну, там, она бывает нескольких путей развития, то есть иногда это бывает дома, иногда они снимают помещение, ну да, но в основном они вино и алкоголь там не продают, все приносят своё, ну да, да, такая тенденция есть. А что это такое? Это люди покупают билет туда? Это какая-то коммерческая история или это, как, извини, что мы так передали слово профессионалу? Это, скорее всего, некое хобби, вот, тех людей, которые устраивают подобные мероприятия, вот, взимается входная плата, но в большинстве случаев она идёт на покошение каких-то расходов при покупке еды и сопутствующих. То есть это больше как какое-то пиар-мероприятие, я не знаю, или для чего это больше? Ну, скорее, это какая-то такая душевная, какая-то такая атмосфера, обстановка, просто ради отдыха, вот так вот, и общения. Ага. А в России что-то делают такое? Ну, пытаются. Ты когда дома жаришь омлет, там, по-французски, я приду и пригласишь. В основном я участвую в домашних вечеринках, когда всё это, ну, безвозмездно. То есть ты не плачешь никакую плату, вот, приходишь, тусуешься, готовишь, пьёшь, общаешься и так далее. Но я слышу о том, что уже есть тенденция к тому, вот, к развитию таких домашних ресторанов. Такое есть, да. По познанию в эту сторону уже существует. Так, да, мы тебя перебили с твоим рассказом. Да, спасибо за... За то, что рассказали предысторию, как это всё. Ну, вот студенты... В Лондоне были, да. Да, студенты как раз очень впечатлились вот этой вот концепцией. Они, поскольку у них не было возможности вот на тот момент открыть свой ресторан, они открыли такой клуб. Серьёзно? Да. И назывался он Мур, Moscow Underground Restaurant. И, в принципе, я думаю, что до сих пор он работает. Они просто договаривались с разными ресторанами. С разными ресторанами, и иногда дома, как бы, да, у кого там позволяли возможности, вот. Но в основном это были кафе и рестораны, и, в общем, соревновались, скажем так, между группами в приготовлении разных блюд, там, разной кухни и так далее. Вот. Ну, то есть они, как бы, свои мечты, там, амбиции пока вот в таком, как бы, роде реализовывали, пока у них не было возможности свой ресторан открыть. Вот, но... Окей, Катя, перебью тебя, прости, пожалуйста, ещё раз. Это уже стала традицией нашей передачи. Нам надо прерваться на новости, и после этого мы вернёмся. Спасибо. Продолжаем говорить на тему обучения в ресторанном бизнесе. Кто кого где учат в ресторанах, как это всё происходит. Денис, тебя хочу спросить. Вот ты всю жизнь шёл по кухонной эстезии. Ну, в общем, да. По практической такой. А тебя управлять рестораном-то никогда не тянуло? Вот прям действительно стать менеджером в ресторанном бизнесе, пойти отучиться у Екатерины, получить там, да, опыт, не знаю, образование. Ты как экономист тебе ведь должен быть, в принципе, близко, да, там, посчитать экономику заведения. Никогда тебя не тянуло? Ну, вот мы с тобой, Дим, до программы говорили. И я тебе рассказывал о том, что у меня есть несколько направлений, несколько хобби, можно так сказать, да. Одна из них – это как раз готовка, вторая – это фотография. Вот. И сделали себя, что гоняться за несколькими зайцами – это пойдёт тебе убыток. Вот. Я выбрал определённую эстезию, то есть это поварская такая направленность. Вот. И я пытаюсь её развивать, там, по максимуму своих возможностей. Я согласен, но если мы посмотрим на классический, ну, не то что классический, да, но западный опыт, там всё-таки повар во главе стоит угла, да, это рестораны там, Гордона Рамзи, это там, да, французские шеф-повара в высокой кухне, это их рестораны. Они не только, они олицетворение своей кухни, но они при этом и управляют своим заведением, да. И если там есть какой-то административный персонал, то всё равно во главе угла стоит шеф-повар, да, который рулит всем процессом. Дим, ну, знаешь, что я тебе скажу? Если вдруг у меня будет несколько ресторанов, и мне придётся ими управлять, я буду только рад. Но до этого момента мне надо наработать некий опыт, скажем так. Ага. То есть я уверен в том, что у меня есть ещё чему поучиться, возможно, Екатерина мне в этом даже поможет. Ага. Слушайте, ну а вот ваше мнение какое, действительно? Вот кто всё-таки в ресторане-то главный? Шеф-повар или менеджер? Вы как представитель двух ветвей образования. Кто должен быть? Ведь это же на самом деле, вот, да, ну не знаю, Катя, там, сейчас секундочку. Может, ты там внутри ресторана не особо, может, погружалась, но это же постоянная такая, там, борьба, да. Да, я думаю, что Денис пока работал шеф-поваром, ты тоже там поднатерпелся всякого. Ты тоже поднатерпелся, но вот это вот противостояние, да, кто же в ресторане главнее, кухня или зал, да, менеджер или шеф-повар. Да, вот вы, там, обучая своих студентов, вы как какую картину мира-то даёте по большому счёту? Катя, давай я тебя скажу. Ну я, мы даём картину мира, скажем, ну, по крайней мере, не мы, а вот наши преподаватели, так, не все там известные рестораторы, многие из них вышли из шеф-поваров. Конечно, все делают, ну, акцент на том, что, в первую очередь, эта еда, она должна быть вкусная, и она должна быть вкусная, она должна быть всегда одинаково вкусная для того, чтобы гости возвращались, и в ресторане это главное. Сейчас у нас, как бы, много разных есть там ресторанных групп, которые, может быть, считают по-другому, что атмосфера, и пиар там, и, не знаю, люди, которые приходят в заведение, это важно там, и, не знаю, как бы, всё, что происходит. Но, по сути, всё равно, если еда невкусная, то, ну, как бы, тогда... Здесь, я сказать, полностью согласен, мне кажется, еда должна быть на первом месте. Хотя, если посмотреть на опыт прошлых лет или, там, на опыт 90-х годов, то мы можем прекрасно составить себе картину, когда еда всё-таки была немного вторична. Вот, на первом плане была некая атмосфера, некий пиар. Слушайте, ну, вы хотите сказать, что люди, которые забивают там рестораны, гинзы, битком, ходят, потому что там вкусная еда? Ну, я... Ну, давайте, по чесноку. Подождите, по чесноку происходит следующим образом. Дело в том, что у нас сейчас эта система только развивается. Всё-таки нашему ресторанному бизнесу не так много лет, как, например, европейскому. Ну, понятное дело. Вот. И в этой связи происходит следующая история. То есть, конечно, ресторан пытается делать очень хорошую, качественную еду. Вот. Но большинство ресторанов не ставят шеф-повара в центр вот этого вот ресторанного мироздания. То есть, по какой причине? По причине того, что даже шеф-повар может уйти из ресторана. И когда ты делаешь акцент на шеф-поваре в своём ресторане, ты можешь в один момент оказаться без шеф-повара и без той клиентуры, которая на него уходит. Вот. И большинство ресторанов сейчас развивают не шеф-повара, хотя такие тенденции тоже у нас раньше присутствовали, когда развивали имя шеф-повара, и люди ходили на него. Ну, видимо, наступили на эти грабли уже. Да, наступили на грабли. И в основном, да, да, да. Так оно и есть. Так оно и есть. Переходят другие места. Вот. Начинают развивать само место, сам ресторан. Вот. Есть, ну, два пути развития. То есть, развивать место как место, в котором ты можешь хорошо провести время, вот, с необыкновенной атмосферой и сопутствующими, в общем, регалиями, либо как место, в котором кормят хорошей едой. Так вот, второй вариант гораздо сложнее первого. То есть, в первом ты зовёшь клёвого дизайнера, он тебе всё делает, расставляет, вот. Ну, после чего, в общем, ты долгое время не испытываешь никого и нужды в какой-то там атмосфере. Ну, да. Главным персонажем в ресторане является промоутер. Ну, в общем-то, да. Даже не директор, не повар, а гастричный пиарщик. Второй вариант гораздо сложнее, потому что дело в том, что на данный момент у нас очень слабые кадры поварские. Вот. И всё это связано, наверное, с каким-то угнетённым образованием, хотя оно сейчас более-менее наращивает свои обороты. Вот. Мы, как вот поварская школа Рагу, например, этому способствуем, вот, и желаем, чтобы уровень тех поваров, которые у нас есть сейчас в стране, всё-таки рос. Хорошо. Слушай, вот, Кать, вот тебе вопрос, на самом деле не праздный, а вот люди, которые приходят тебе учиться на ресторанах руководителей. Может быть, сначала всё-таки действительно надо пропускать через заботливые руки Дениса? Ну, не круто, когда человек приходит брать рестораном, при этом сам он, да, там, в гастрономии ни черта не понимает, да, и он, там, не может сам, да, ничего приготовить, он не может сам оценить вкус блюда, он не может сам, ну, ему руководить, да, он же модеджери весь этот процесс. Ну, смотри, просто таких людей практически нету. Да ладно, здрасте, нету. Ну, нет, я к тому, что они не приходят к нам, те, кто не увлекаются этим и не любят там поесть и не разбираются, как им кажется, в этом они, и не то, чтобы они особо хотят, ну, к чему человеку хотеть управлять рестораном, если ему это совсем не нравится? Я тебе могу сказать, потому что я всегда такая красивая, хожу между столиками, иногда бывают неплохие инвестиции, всё-таки ты хочешь получить какую-то... Есть такие инвесторы у нас, есть такая небольшая категория людей, это инвесторы, которым предложили вложить в этот бизнес, и они, чтобы понять, как там всё функционирует, они идут учиться, вот, но, не знаю, вы знаете, мы всё равно их как бы пропускаем через все, скажем так, уровни, да, то есть они у нас и смотрят, что происходит на кухне там, и в зале, и за баром, вот, то есть это процесс образования. Обучение, то есть для нас очень важно, чтобы они понимали, там, о чём у них думает женщина, которая чистит картошку на кухне, какие у неё проблемы. Нет, ну, как часть обучения, мне кажется, это очень правильно, такая грамотная составляющая, вот, её, конечно, надо развивать. Вот, то есть они должны, конечно, знать все там аспекты вообще от самого последнего, вот, но учить их сначала, скажем так, готовить, ну, я не знаю, пока вот мы не сталкивались с такой необходимостью. Мне вообще кажется, что управление в своей стороне, ну, не обязательно должен готовить, он должен понимать некие тенденции развития в гастрономии, да, то есть понимать, к чему сейчас лежит, ну, путь развития еды в целом, то есть, может быть, брать какие-то европейские ориентиры, может быть, развивать какую-то свою русскую составляющую, там, в карте меню, там, и так далее. В общем, искать какие-то пути к развитию, но ни в коем случае не заниматься некой стагнацией или, ну, в общем, развиваться. Да, я согласна. Ну, то есть у нас есть в начале обучения, у нас есть такой предмет, как мировая гастрономическая культура, которую читают разные шефы, в том числе, там, Уильям Ламберти и люди, которые, как бы, ну, не обязательно живут в России, да, это, в смысле, не из России, оригинали, как говорится. Вот, а есть такой предмет, как кухня мира, да, и, скажем так, разные концепции, вот Кирилл Мартыненко у нас читает этот предмет. Вот, ну, то есть мы, как бы, стараемся им вообще дать понять, да, какие есть тенденции, куда всё движется, что в России. У нас, конечно, люди в основном воспринимают хорошо, что им можно ещё новенькое предложить и как часто. Ты знаешь, ну, вот, это хороший вопрос, да, вот, но я тебе так скажу, я, ну, мы, конечно, наша сеть, она не гастрономическая, она больше ориентирована на бары, понятно, что у нас там, ну, развитие кулинарных вкусов не наше, там, затея, не в нашей миссии, в принципе, лежит. Ну, вот это, кстати, Дима, не очень хорошая позиция. Почему? Ну, потому что надо по-другому позиционировать, надо так говорить. Вот мы хоть и барные рестораны, но всё-таки свою гастрономическую направляющую развиваем и хотим сделать её намного лучше, чем она есть сейчас на самом деле. Ну, так было бы правильно. Это правда, ну, просто, ну, значит, у нас подход к кухне такой, да, и мы его изначально сформулировали, что мы не формируем вкус, мы скорее отвечаем вкусом, да. То есть я понимаю, что человек приходит в бар, у него должен быть простой набор блюд, понятный ему там, да, ну, как ни крути, привычные слуху должны быть ребра, должны быть крылья, должны быть бургер, должен быть кусок мяса. Ну, какие-то вещи, которые, это, мы стараемся, да, и каждый раз мы стараемся сделать их лучше, 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 я надеюсь, что мы их доведём до совершенства. Но это будет понятное привычное блюдо, которое ты, ну, по большому счёту, встречаешь, там, есть в любом баре мира, ты заходишь и понимаешь, что такое барное меню. И я вам сейчас вот один момент процитирую разговор с моим партнёром, однажды, там, Гоша Карпенко, когда мы в очередной раз там думали о составлении меню, и он мне говорит, Дим, мы можем там сколько угодно развивать кухню и гастрономию, заниматься всеми этими вещами, но заказывать всё равно будут там Карбонару, Цезарь, да, там, ну и набор из наших всех традиционных русских народных блюд, которые, да, то есть есть ли спрос, подождите секундочку, да, есть ли спрос на этих профессионалов, есть ли люди, которые хотят всё это есть, по большому счёту, которые могут там разобраться в том, что здесь готовят, потому что иначе получается там, ну, ты, да, человек, который берёт эту тарелку, не различает там яйцо пашотто от любого другого яйца, и уж простите, омлет у него делится только на подгорелый сырой, а всё остальное нормально, да, он никогда не почувствует твоей кулинарии, и нужно ли ему, нужно ли шеф-повару, да, всего этого достигать, и нужно ли менеджеру, да, всего этого требовать от своей кухни, может, это и не надо, и Катя спокойно научит своих, выходит к своим слушателям, говорит, ребята, дорогие, в нашей стране никто не умеет ни различать вкусы, никто не знает никаких соусов, никто не знает ничего вообще в кулинарии, поэтому, чтобы ваш бизнес был успешен, вот вам, пожалуйста, набор стандартный, суши с лососем, если вы введёте кальян, у вас будет просто не проект, а бомба. На самом деле, мы в самом начале программы говорили о том, что уровень культуры еды в целом в нашей стране растёт, в ряду разных причин, в садовом кольце растёт, а в Тагиле остаётся Тагиле. Возможно, они подтянутся, регионы всегда подтягиваются, они подтянутся к Москве, вот смотри, сейчас во многих городах, отдалённых от Москвы, всё равно идёт тенденция к тому, что они приглашают московских рестораторов, московских шефов для того, чтобы они ставили кухню у себя в городе, я не знаю, в Нарфаминске, в Новосибирске и так далее. Уровень еды в целом, культура еды растёт, запрос людей увеличивается, то есть они хотят видеть нечто большее, они начинают путешествовать, они видят, как кормят в Европе и в других странах мира, то есть они это всё перекладывают на свой быт в своей стране, в своём городе. То есть они понимают, почему у нас здесь не кормят так, как там, и задаются этим вопросом. И если ты, например, в своём ресторане останешься на прежнем уровне и не будешь развиваться, то культура еды вырастет, и люди, которые стремятся получить нечто большее, в твои рестораны ходить перестанут. То есть тебе надо делать некую градацию с помаркой на то, что уровень культуры всё-таки растёт. Так или иначе, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но в ближайшие 10 лет он шагнёт очень сильно вперёд. Ну, ты всё правильно говоришь, да? Ты всё правильно говоришь, если смотреть с точки зрения человека, который болеет этим делом. А ресторанный бизнес, и Катя про это сказала, у неё небольшой процент студентов-инвесторы. Я знаю почему, потому что обычно они не учатся ничему. Они просто не идут даже учиться. Для них они там пошли, вложили бабки, да? Через 10 лет что-то изменится, через 10 лет, знаешь, где я буду? Честно, не скажу, да? И в М. Нарфаминске сейчас у меня быстренько сушат. Ну, тоже согласен. Кальян, всё нормально, через год я отбился, через 3 года я уехал жить в Европу. Прервёмся на новости и поговорим потом, как в Европе мне хорошо. Перед новостями я уехал жить в Европу, отлично открыв ресторан, введя там традиционный набор. Я, на самом деле, не зря же про это говорю. Потому что, вот, Кать, твои ученики, очень многие же приезжие, да? Очень многие не москвичи. Не половина, а то и больше, может быть, половина. Но чем дальше, тем больше. Да, чем дальше, тем больше. Люди приезжают учиться, люди приезжают. Но когда я езжу по стране, а я много езжу по стране, вот я тебе говорю, куда ты не войдёшь, пицца, суши, кальяна, дискотека. Вот 4 составляющих успеха любого проекта сейчас в России. У меня есть такое ощущение, что ты их этому учишь. Спасибо, Дим. Нет, это же хорошие проекты, я же ничего не говорю. Это отличный, это лучший, этот бизнес-модель, который действительно годами обтёрлась. И куда ты не приедешь, одинаковая концепция. Дим, ну ты же понимаешь, что это зависит от человека, который пришёл учиться, который, скажем так, хочет сделать концепцию. Кому-то стоит цель быстро заработать, как ты правильно говоришь, и отбиться. Тогда он берёт самую простую модель. А кто-то хочет идти немножко дальше и, скажем так, концептуально что-то развивать, прививать вкус, как Денис, например, говорит. Но это очень сильно зависит от человека, хочет ли он просто сделать очередное место и заработать, либо он хочет что-то привнести, научить чему-то, какие-то привнести новые тенденции к кухне и так далее. Поэтому, конечно, это гораздо проще. И, в принципе, в бизнесе у нас есть, не знаю, Росинтер и Ростислав Ордовский, который гениальный маркетолог, и который почитает такие лекции, что у всех просто глаза вылезают на лоб. Но, тем не менее, он занимается фастфудом, пиццей, по накатанной истории, делает уже миллион своих проектов и зарабатывает огромные деньги. И ничего, в принципе, плохого в этом нет. И студенты многие, благодаря его опыту и, может быть, даже руководству, его сотрудниками, их дипломных проектов, они построили хорошие сети в городах, которые занимаются фастфудом. Ну, то есть, да, мы, естественно, это учим, но это просто зависит от предпочтения каждого человека, что ему ближе по сердцам. Вот, а так, да? Денис, что ты хотел тут добавить? Я полностью согласен с Катериной. То есть, если человек занимается фастфудом, но при этом читает лекции, которые помогают людям развивать бизнес-систему в какой-то новой направленности, создавая новые тренды или ориентируясь на какие-то новые тренды, это великолепно. Ну, ведь я же просто понимаю этих рестораторов, да? Я очень хочу. Дело даже, может быть, не в деньгах, не в моем желании, там, быстро заработать, да? Но я вот что-то такое сделал, да? Вот у нас в барах, да? Вот мы бары сделали, все хорошо. Ни дня там недели не проходят, чтобы какой-нибудь из гостей, а у вас есть кальян? А у вас есть кальян? А у вас есть кальян? У нас нет кальяна, да? Мы делаем там европейско-американские бары, в них не может быть кальяна, да? Мы там проводили эксперименты в куклах, делали такие специальные курительные чайники, мы такие рокерские сделали специально. Ну и то убрали, потому что, ну, они портят все-таки концепцию. Ну, я же хочу, я же хочу как лучше, я же гостю хочу как лучше. Не то, что даже я там зарабатывать хочу на них, но гости же спрашивают, суши с лосочи. Ты можешь видеть определенного гостей, тем самым ты немножко как бы, ну, формируешь у себя определенную аудиторию, которая к тебе придет там не за кальяном, а за кальяном поедет в другое место. Ну, значит, я как бы своих гостей все-таки обламываю. Это мои гости, они нормальные, просто они там посидят, поедят, выпьют, а потом хочется кальян. Ваня, почему не кальян хотят? Я сам могу погурить кальян там, да, при случае где-то. А в следующий раз они суши захотят. Ты подумаешь об этом? Вот так я к тому, что так все и образуется. Я, конечно, не подумаю. Конечно, я там... Ну, мне кажется, что не стоит опускаться до такого примитивного уровня, до уровня открытия того же самого, что есть за углом. Надо стремиться к чему-то своему, вот, и с какой-то своей собственной изюминкой. Ну, в этом плане проект «Рагу», наверное, один из самых гениальных. Там целая лекция, может быть, для гостей, как себя вести. И очень правильно. Да, тебе там много раз что-то запрещали? Ты знаешь, нет, там, на самом деле, нельзя сдвигать столики, да, там... Ну, там есть, да, определенный ряд действий. Там нельзя садиться за несколько человек, там больше, чем за столом стульев, нельзя там подставлять стулья. Там много вот таких правил, да, чтобы ресторан оставался тем, которому задумывали когда-то люди. Я первый раз, когда Катю услышал, честно сказать, на каком-то конференции, я, честно, когда так посмотрел, думаю, ну, это жестко. Она, ну, как бы жестковата, да. Обычно все-таки мы идем навстречу. Когда не меняются, там, например, ингредиенты в блюде, да, даже если ты попросишь там... Не меняю, да. Если попросишь там, типа, вот можно мне вот это, но вот туда еще вот это или вот это убрать тебе. Не уберут и не добавят, да. Не уберут и не добавят, да. Вот мы готовим так, и все. А ты думаешь, что, просто шоу. Но когда я потом с ней вот познакомился поближе, да, и разговаривал, что действительно человек просто болеет за то, чтобы вот концепция была чистой, да, что, да, вот мы вот так готовим, мы вот так вот подаем. И тут ты, собственно, ничего изменить не можешь. Ты можешь сказать, понравилось тебе или не понравилось это право, но мы не будем менять один ингредиент на другой, потому что ты там этого не хочешь, да, например. Ну, ладно. Хотел спросить вас. Все-таки мы про обучение говорим, да, на этой программе. Советская школа образования, да, вот как это было раньше? Она вообще что-нибудь хорошее это дает, она вообще что-то хорошее привнесла. Есть ли советская школа, на которую мы можем хотя бы опираться сейчас, да, при подготовке кадров существующих? Я вообще не знаю, учили ли управляющих в ресторанном деле там в советские времена, но поварские школы были, да, поварские школы были. Да, были, были поварские школы, техники. Ну, вот скажи мне, пожалуйста, да, вот твое ощущение. Люди, которые приходят, вот ко мне приходят повара, да, и советских учились пока, они там, ну, конечно, сейчас не советские уже, но суть-то она осталась. Ну, в основном в советские времена все-таки готовили людей, готовых работать, ну, не только в ресторане. То есть это были такие повара широкого профиля, ну, за исключением кондитерки, которые в большей массе своей должны были работать в неких столовых все-таки. То есть это такая столовская еда с определенным набором продуктов и с определенным перечнем того, что ты можешь из них сделать. Вот. В основном в советские времена туда шли люди, которые видели перед собой следующую цель. То есть они идут работать поваром только для того, чтобы, там, допустим, им не голодать. Или чтобы... Нет, я согласен на 100%. Для того, чтобы была возможность прихватить с собой после смены какой-нибудь трофей, да, дома его там зажарить на всю семью, там, и так далее. То есть вот какие-то критерии того, что ты шел работать шеф-поваром, были немного другие, нежели сейчас. Сейчас тенденция складывается к тому, идет к тому, что очень многие люди, смотря на то, как обрастает информационный фон вокруг повара, вокруг этой профессии, стремятся быть именно поваром. То есть вот стремятся получить некие поварские знания. И учитывая то, что это очень востребованная профессия, очень актуальная, очень интересная, то есть ты реально в процессе обучения и работы можешь получать от всего не только удовольствие, но и какие-то соразмерные, в общем, деньги. Ты знаешь, ну я, пожалуй, с тобой соглашусь, потому что, ну, как я помню, когда я там шел учиться, кто шел учиться с поваров, ну... И какая мотивация была идти в повара? Ну, меня никуда не взяли, я пойду там с повара, а все-таки на кухне... Либо поваром, либо шестянчиком. Ну, что-то такое. Ну, особенно, когда мы говорим про парней, которые шли там, да, когда выбирали между там, ну, какими-то другими, совершенно не такими творческими специальностями. Ты знаешь, то, что загубили имидж профессии в советское время, я, конечно, по большому счету, тут сложно даже спорить. Ты знаешь, я, кстати, недавно читал статью про развитие американской, вот этой культурной, кедальной традиции, которая тоже была очень долго, ну, не на высоте, и английской там кулинарии, как бы, очень такая странная вещь, но в статье общий рейтмотив был такой, что телевидение, телевидение сыграло очень большую роль, когда пошли все эти, да, когда сделали рок-звезд из поваров, да, и имиджево подтянули очень профессию, да, все эти шоу там, да, про адские кухни, там, Оливер, да, Рамзи и все, кто стали появляться там на экранах, они, да, вот... Они имидж подняли очень сильно. Это действительно так. В нашей стране, возможно, телевидение играет, образовательное роль больше. Многие люди, которые идут сейчас учиться на поваров, они как раз ориентируются на этих людей, которых периодически или более-менее постоянно видят в телевидении. Ну, сейчас пошли российские проекты, да, аналоги, и, в общем, тоже вполне качественные, на самом деле. Ну, не настолько, насколько хотелось бы, но, да, но есть некоторые из них очень неплохие. То есть, наверное, телевидение здесь играет немаловажную роль, да, в образовательном процессе? Телевидение, интернет и книги. Юлия Высоцкая. И книги. Ну, да, как некий идеолог и пропагандист культуры еды в целом, да. Ну, как некая мотивирующая картинка, я бы так вам сказал. Да, тоже верно. Человек, который красиво работает, да, человек, который показывает, что кухня – это красиво, это не то, что там, да, просто... Ну, да, прививает. Прививает стимул к тому, чтобы самому подойти к плите и что-то приготовить. Это немного банально, я, конечно, утрирую, но это действительно так. Даже, наверное, я бы по-другому выразился. Я бы ему... То есть, даже человек, который раньше просто не пошел в повара, потому что это непрестижно. Да, то есть, я его люблю готовить, но как-то что я в повара пойду, как бы это такая-такая тема. Ну, тоже верно. А сейчас вроде я уже могу смело пойти, потому что сейчас это уже я же Гордон Рамзи. Заканчивается время. Катя, скажи, пожалуйста, все-таки по поводу образования и вот в советские времена руководителей, ну, наверное, совсем смешно про это говорить, да? Ничего такого, не осталось никакого наследия в управлении ресторанным бизнесом. Ну, как бы был менеджмент ресторана-гостиничном бизнесе, даже в нашем университете управления, на базе которого мы начинали свою работу, он тоже есть. Ну, просто, как бы, там совсем, конечно, устаревшие все учебные программы, они не отвечают требованиям рынка, скажем так. Вот, в чем, скажем, наше, мы видим свою там силу, свою главную, как бы, цель в том, что мы, открывая программу, мы приходим к лидерам рынка и говорим, вам вот нужны такие специалисты, и готовы ли вы их учить и брать на практику, и впоследствии трудоустраивать. Давайте их подготовим такими, какими вы их хотите взять на работу. Вот, и в этом, как бы, вот наша основная миссия, да, что мы хотим их для подготовить, чтобы они прям были востребованы. Вот, ну, это в отличие от, скажем, программ, которые были раньше в наших университетах, там, на эту тему. То есть, может быть, в какой-то момент они и отвечали требованиям о отрасли, вот, но вот на сегодняшний момент, наверное, нет таких программ в университетах. Ну, что ж, будем надеяться, что все это будет расти и развиваться, что больше будет профессиональных училищ, профессиональных компаний, которые занимаются обучением и менеджерского состава наших ресторанов, и поварскому делу будут учить. Действительно, как ни крути, все это растет, все это развивается. Ну, значит, мы идем в правильном направлении, может быть, не так быстро, как хотелось бы, и как нам всем мечталось, но когда-нибудь все станет хорошо. Спасибо, говорю, моим сегодняшним гостям, Екатерина Винникова, Денис Крупень, спасибо, что были с нами. Спасибо, да, спасибо. Услышимся через неделю. Левицкий Дмитрий, пока. Пока.